Всем привет, вы на канале Вульфи и Нитрич, сегодня мы играем в Тарисленд. Поговорим о Тарисленде, это новая MMORPG от китайского разработчика Tencent. Игра выпускается под брендом Level Infinity, это специальный лейбл, как я поняла, под которым Tencent выпускают игры высочайшего качества. Официальный запуск состоялся 21 июня, и поиграв в Тарисленд, решила выпустить видео, в котором расскажу, что тебя тут ждет, а также поделюсь своими впечатлениями и, как всегда, чтобы переключаться на интересующие фрагменты, использую тайминги на полосе прокрутки. Начнем с персонажей. В игре нам предлагают 9 персонажей. Классическая разбивка по классам, танки, хилы, дд. Только у двух персонажей можно выбрать пол, все остальные привязаны к конкретному полу. У каждого героя есть две специализации, и уже на создании все здесь показано. Вот, например, варвар-боец, он же кот-а-лев, лево-кот, может выступать как танк или же как дд. Воин тоже, при желании он может быть с двумя мечами и формить мобов как дд, или же принимать на себя урон, танкуя боссов. Маг это чистый урон, но между стойками разница это стихия, и тут можно выбрать как женского, так и мужского героя. Классический персонаж со щитом и большущим молотком, в плане танк может стать дд. Жрец. Это хил, у нее первая стойка это атакующая стойка, то есть она может выступать в роли мага, а вторая стойка это исцеление. Теневой мечник, в самом названии все понятно, это рога. И разница между стойками в стиле боя. Первая это хитрость, яд, я так понимаю, ты там всякими дебафами маневрируешь, а вторая дуэль, то есть более агрессивная, направленная на прямолинейную атаку. Рейнджер, лучница. В одной стойке она вызывает себе помощника в виде льва и собаки, а также довольно мобильная, а в другой стойке она выступает в роли снайпера, то есть чем меньше она двигается, тем точнее, прицельнее и мощнее ее скиллы. Ловец душ может выступать как в роли дд, так и в роли хила. Стиль игры между хилами разный. Если, например, первый жрец, у нее есть массовый хил, у нее есть таргетный хил, там свои заморочки, естественно, то у ловца душ все заключается на том, что она связывает души между сопартийцами, хилит цепью, тоже довольно интересная механика, в которой нужно разобраться, прежде чем начать играть, чтобы не накосячить. Ну и бард, все понятно тоже с этим бардом, он хилит, он дедэшит, и тоже, естественно, у него своя особенная механика отхила. Каждый персонаж это отдельный герой. После бдой это так сложно принять. Раздельные склады, раздельные знания можно состоять в разных гильдиях. Ну и логично, что между своими героями нельзя ничего передать. Лимит на создание 5 персонажей на аккаунт. В целом, тут в большом количестве персонажей и нет смысла, разве что просто, чтобы попробовать всех и выбрать того, кем будет интересней. Кастомизация здесь довольно простая. Выбираешь причесочку, цвет волос, цвет кожи, форма бровей, цвет бровей. При желании, вот, зрачки можешь поменять, цвет глаз, макияжику добавить. Ну и рост. Рост, вес, размер головы. Все. На этом кастомизация закончилась. Графика. Кто играл в WarChange, увидит в графике что-то оттуда, кому-то игра напомнит Гиншин. В целом, картинка очень приятная, комфортная, мне понравилась. И как сделаны персонажи, и как выглядит окружение, не без косяков, но где их нету. Русский язык в игре есть, но к переводчику есть вопросики. Вот, например, главное меню через Escape. Отлепить – это что-то вроде спасения. Когда персонаж застрял где-то или упал в зону, из которой ручками-ножками не выбраться, тебя телепортируют в нормальную зону ближайшему телепорту. А кнопочка «Вернуть персонажа» – это выйти в меню выбора персонажа. И таких моментов тут много. Вот еще это меню смены каналов. В игре их называют строка. Ну, либо просто забыли отредактировать, либо почему-то решили, что понятно будет. А меню с экипированным шмотом назвали атрибут. В целом, есть логичные формулировки, а есть такие, к которым нужно привыкнуть. Ну, и либо ждать, когда они адаптируют перевод по нашим фидбэкам и сделают более таким интуитивно понятно. В шопе продаются только наборы на внешке, которые вроде бы не дают статов. К сожалению, отсутствие описания, что в шопе, что в других магазинах – это первый минус, с которым я столкнулась. Ты покупаешь и не до конца понимаешь, что ты покупаешь. Но игра сырая, я вижу, постоянно что-то дополняется, дописывается, докручивается. Например, в самый первый день не было интуитивного обучения. То есть ты открываешь меню, а игра тебе даже не пытается объяснить, что ты здесь видишь. Сейчас это допилили буквально в течение трех дней. Так что, думаю, и с описанием долго ждать не придется. Из внешек здесь есть как костюмы разнообразные. Их можно купить, вот видишь, за кристаллы специальные. Вот оружие, вот такая штука над головой, разная всякая, на спину какие-то приколы. Транспорт есть, летающий, есть наземный. Но как работает летающий, я не знаю, можно ли летать реально куда захочешь и как захочешь. Либо он просто парит над дорогой, но бегает так же, как и все остальные. Есть еще вот такие питомцы, которые за тобой бегают. И я не уверена, что они имеют какую-то пользу, кроме красоты. Потому что есть бесплатные варианты. Вот, например, сейчас у меня здесь есть, обрати внимание, это стандартный костюм на оружие. А, здесь нету, сейчас на магии покажу. Вот, на магии, например, я уже достала новый облик оружия за достижения. Также есть украшения всякие разнообразные за прохождение какого-то контента. Потом на почту присылают вот такие всякие приколы. Транспорт. Наземный тебе выдается на сорок. Ну, как выдается, ты его там за копейки по квесту купишь и будешь на нем бегать. Дальше, по достижения за аренку мне дали вот такого питомца. И на магии у меня еще есть вот такой питомец. Тоже его дали за какое-то достижение. То есть, бесплатных вариантов тоже дофигища. Как и аксессуаров. Вот есть, например, такая табличка, когда ты погибаешь, на месте остается вот такой вот гробик. Обычно это в данжах, когда вы там фейлитесь на боссе, это все видно, да? Ну, и за донат ты можешь, например, за боевые пропуски, за гачу, за... просто отдельно купить. Красивые вот такие штуки. Ну, и сам питомец вот в данный момент раздали всем. Вроде на почту или достижение какое-то, не помню. Вот такой кот за мной бегает, но он реально ничего не делает. То есть, чисто просто какая-то мелочь, которая за тобой бегает и периодически издает звуки. Еще в магазине есть молитва с внешками и кучей всякого разного. Содержимое можно посмотреть вот здесь. Это бабочки, которые вокруг тебя летают, головные уборы. И все это выпадает рандомно. Как повезет. Ключи для этой молитвы можно купить за донат. Можно купить за монетки, за профработы. Здесь, кстати, когда профработы, всем на почту присылают вот такие монетки. Создала четырех героев на момент профработы, мне прислали на каждого монетки, я могу их потратить. Еще эти ключи можно получить, закрывая задания в разных событиях с достижениями, но и в лавке репутации. Про лавку репутации я расскажу чуть попозже. Еще за донат можно купить вот такой месячный билет. Я так поняла, это что-то вроде премиума, который дает вот такие бонусы. Еще за донат можно купить вот такие сундуки. Это вот один и десять штучек. Сто процентная награда и с некоторым шансом можно паролить. И может быть, выбьешь еще ключи для молитвы, ну, либо полезные расходники. И еще есть вот такой батл пасс. Участвуя в контенте разнообразном каждый день, ты закрываешь задания, копишь очки. Все как обычно, классический батл пасс. И если хочешь за дополнительную плату, ты раскрываешь вот такие дополнительные итемки. В шопе есть два вида кристаллов. Отличаются они от друг друга названием, соответственно, ну и вот такой иконочкой. Один покупается напрямую за донат, второй можно купить с аукциона за золото. Но потратить можно и тот, и тот. Золото фармится за закрытие разных достижений, а также вроде как дают за квесты. Не за все, за некоторые, но я точно помню, получала по 100 по 200 монет. Ну и самое главное, это продажа созданных предметов ремеслом через аукцион. Про ремесло расскажу чуть дальше, там очень интересная схема. Если кто-то будет играть в Торисленд и нужна будет помощь с пополнением счета, с донатом, покупкой сундучка какому-нибудь, то пишите мне в Дискорде, помогу оформить покупку. Прокачка персонажей идет на квестах. Нет никакого смысла бить мобов, так что кто любит гриндик, игра, скорее всего, вам не зайдет. Кат-сцены можно скипать, квесты проматывать, короче, ничто тебя не сможет задержать, если ты торопишься. При первом прохождении я все это смотрела, и сюжетная линия довольно занимательная. Все как положено, есть большущая угроза, и мы, как герой с особенным даром, помогаем с этой угрозой справиться. Разработчиками было заявлено, что в игре будут сезоны, конечная цель которых победить дракона Скверны. Контент открывается постепенно, что крафт, что боссы, что уровни. Сейчас максимальный левел 40, и его, если начать с нуля, можно апнуть за вечер. В первый день старта максимальный левел был, по-моему, 10, и с каждым днем этот уровень увеличивали, чтобы задроты и те, кто могут играть круглыми сутками, не слишком вырвались вперед. Также и экипировка открывается постепенно, и чтобы приодеться в топ-гир, нужно ждать и копить ресурсы. Но что будет, когда начнется новый сезон, я так и не поняла. Будет обнуление, как в Пое, будет стартовать новый канал, как в Пое, например, или же сезонами разработчики называют хроники. То есть просто стартует новая хроника, появляются новые цели, и как бы вот вам, пожалуйста, новый сезон. Кто-нибудь что-нибудь по этому поводу видел? Есть идеи какие-нибудь? Каждая локация подстраивается под твой уровень. То есть каким бы уровнем ты не пришел сюда, мобы будут именно твоего уровня. Рядом может бегать человечек ниже уровня, выше уровня, и мобы будут для него его уровня. Плюс прохождение сюжета очень часто тебя бросают в своеобразную соло-локацию, где никто не может тебе помешать, ну и помочь не сможет. Все делаешь сам. Но задания, где нужно убить жирного мобца, выполняются в открытом мире. И чтобы зачлось, достаточно хотя бы один раз его ударить. Так что все сделано для максимального комфорта прохождения сюжета, выполнения ежедневной суеты. Мировая карта выглядит вот так. Доступны сразу все локации, и пока вот за сколько времени после старта прошло, новых локаций не добавилось. В каждой локации есть вот такое меню. Здесь находится, смотри, вот это телепорты, вот это точки для скриншота, вот это сундучки, вот это местные итемы, которые нужно найти и собрать, вот это рыбка, которая тут водится, ну и кодекс, странички кодекса. Тут вспоминается опыт геншина. Бегаешь по карте, но видишь, все здесь отмечено. То есть и сундучки, и дневнички кодекса, и специальные итемки локационные. На каждой локации, кстати, это разное. Вот, например, здесь это называется древнее семя, а в окраинах серебросвета это будет называться энергокристалл. Ну а в каньоне это у нас тотемчики. Ты просто к нему подходишь, собираешь точно так же кодекс странички, а вот с сундуками могут быть проблемы, поскольку для некоторых сундуков, в принципе, есть такое понятие, как решить какую-то загадку, но чаще всего сюда нужны ключи. Где эти ключи добываются? Я однажды пошла на библиотекаря, по-моему, и там в первой комнате была полочка, в которой можно было собрать ключ. Я его, естественно, взяла, но пока какой сундук этим ключом открывается, я, честно говоря, не гуглила. Я думаю, что это отдельная тема для тех, кому это интересно, они смогут это все разузнать. Вот эти точки для скриншотов. Тебе нужно, когда ты бежишь, находишь вот такой вот глазик, в этом месте становишься, нажимаешь взаимодействие, и нужно просто делать скриншот. Можешь публиковать его где-нибудь, можешь не публиковать. А рыбка, тоже все понятно. Становишься на рыбалку, ловишь рыбу. Как только ты выловишь все шесть видов, хотя бы один раз тут у тебя закрывается, здесь накапливается параллельно энергия, вот, и ты забираешь дополнительные награды. Очки специализации, это у нас аватарочка, это золотая монета для аукциона, сундучок, эмблема на выбор, это там для шмота, да, и исследователи анкаша, это, я так понимаю, титул или достижение. Вот, и так есть в каждой локации. Вот, куда ни ткнешь, везде есть вот эта доска, и везде каждого свои награды. И бывает такое, точнее не бывает, а постоянно такое, что нужные тебе предметы спрятаны где-то так, что ты их просто так не достанешь. Тогда на помощь приходит специальная лестница, она продается в популярных товарах, вот она, волшебная лестница. Возьмем пять штучек, недешево, однако потом у тебя серебра будет много, так что не жадничай. Из сумки эту лестницу ставишь на панельку, вот она у меня сюда встала. Теперь нажимаешь комбинацию, держишь, выбираешь направление, пускаешь, и строится лестница. И таким образом ты потихонечку добираешься до нужной точки, чтобы собрать. Иногда это бывают места, где нужно прямо очень хорошо помансить, крутить всякие такие виражи. Иногда везет, и ты видишь, как кто-то строит лестницу, и ты просто пользуешься этой лестницей для того, чтобы забраться в нужную точку, и тем самым экономишь себе денежку. Также в каждом регионе есть репутация. Выполняя квесты, открывая локацию, вот эти все достижения забирая, делая дейлики там, ты качаешь себе репутацию. Также тебе по квестам периодически за события даются вот такие свитки, видишь, тысяча опыта, вот такие кристальчики тоже даются по 200 опыта, и ты прокачиваешь. Для чего это нужно? Если нажать на каждый уровень, то здесь внизу пишется, что тебе дается. То есть самое главное, это у нас с четвертого уровня открывается автопуть, то есть выполняя задания в этом регионе, у тебя персонаж сам будет бежать в нужную точку, и не нужно бежать ручками. До того момента ты бегаешь руками, поэтому до четвертого уровня я старалась как можно быстрее прокачать всеми возможными способами. Дальше открываются уже товары в лавке, вот лавка репутации, и вот в частности ключик для молитвы тут можно купить. Правда непонятно, лимит покупок 5, это навсегда такой лимит, или он когда-нибудь обновится, это разовая покупка, или же можно будет, например, там через месяц, через полгода, через следующем сезоне купить еще таких 5 ключиков. Все-таки цена очень хорошая, и для тех, кто не донатит, это прямо кайф. Итак, в каждом регионе есть своя лавка. Вот это ездовой питомец, в каждом регионе он тоже свой, ну и соответственно, для того, чтобы открыть этих питомцев, нужно прокачать уровень, вот видишь, до 11-го, то есть вот эта репутация, которая вот тут вот, аж на 11-м уровне открывается питомец, ну и так далее. И так вот прокачиваешь, прокачиваешь, прокачиваешь. Плюс за прокачку уровня до максимума, по-моему, даются определенные достижения, за которые ты тоже получаешь дополнительные награды, ачивочки, закрываешь батл пасс, короче, тут все друг на дружке завязано. Я решила пока докачать первый каньон Анкаша, и вот эти все свиточки сливаю всегда сюда, но, наверное, я сделаю 10-й, а потом 11-й у меня апнется сам по себе, пока будут делаться ежедневные задания, или там буду выполнять какие-то действия. Давай теперь чуть больше поговорим о механике персонажей. Так как Торисленд это мультиплатформа, можно играть как на компьютере, так и на мобильном устройстве, то значит управление, взаимодействие и стиль боя тут максимально упрощенное. Все навыки вынесены на панель, и ты их используешь на цифры. Всего 6 навыков, которые прокачиваются серебром. Уровень навыка равен уровню персонажа. При нажатии на атаку выбирается автоматически ближайшая цель, но при смене цели через таб выбираются только те цели, которые находятся впереди персонажа. То есть условный милишник, который прыгнул тебе за спину, находясь прямо впритык табом, не выберется. Нужно будет сначала развернуть к нему камеру, потом только нажать таб. И это один из моментов, которые меня огорчают, потому что усложняют геймплей. Еще один момент, который не очень меня обрадовал, это то, что весь геймплей на фарме, а именно во время прохождения квестовой цепочки, это один, 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 один. И если ты добиваешь моба и лишний раз случайно нажимаешь на атаку, то персонаж ударит следующего. Ты его добиваешь, потом снова лишний раз нажимаешь. Иногда я так залипала на квестах на 5-6 лишних мобов набивала. На боссах, конечно, геймплей чуть поинтереснее. Тебе приходится нажимать в другом порядке в зависимости от твоей накопленной энергии, откатов скиллов и подсветки комбы. Ну и, соответственно, двигаться от массу, которые подсвечиваются на земле. Помнишь, я говорила, что каждый персонаж имеет две стойки? Так вот, переключать стойку можно когда захочешь. Главное, не быть в бою. Ну и в рейд. Если ты вступаешь, например, хилом, то стойка меняется автоматически и поменяться на мага ты не можешь. Прокачав навыки в одной стойке, автоматически качаются навыки в другой. Каждый герой играет через накопление определенной энергии, благодаря которой он потом может использовать другие навыки. Покажу на примере тех классов, которыми я лично играла. Вот у волшебницы в стойке огня она накапливает спектральную энергию, благодаря которому потом накапливаются очки и можно использовать другие навыки. Если стойку переключить, то принцип тот же, просто теперь ты накапливаешь ледяную энергию и активируешь ледяные навыки. У жреца в стойке исцеления это вот так выглядит. Разными вот такими ушками оно накапливается. В принципе, название чисто интуитивно я дала. Вот у мага я, да, разговаривала. То же самое, тот же принцип. Когда ты кастуешь какие-то скиллы, преобразовываются, дальше дается бонус остальным скиллам. В боевой стойке энергия выглядит вот так. И если у хилов и магов я не очень заметила, какие прям расходуют вот этот энергию, вроде как у мага дается просто бонус к скиллам, то у лучницы в частности накопленная энергия позволяет призвать питомца. Вот, видишь, потратилась. В мирной стойке у тебя эта энергия накапливается очень быстро. Если же ты атакуешь, то, соответственно, эта стойка у тебя накапливается чуть-чуть медленнее. А во второй стойке в режиме снайпера у лучницы, видишь, есть вот такие бонусы другие. То есть, сохраняйте неподвижность, чтобы получить стабильность, которая усилит определенные навыки, а также сократит время отката, дважды можно будет применить какой-то скилл и тому подобное. У ловца душ эта энергия нужна для того, чтобы использовать скиллы. Как видишь, когда ноль, то некоторые скиллы неактивны и накапливаются они именно применением определенных скиллов. То есть, наносит урон, накапливает энергию, энергия накапливается, ты вызываешь душу, которая в стойке хила тебе помогает хилить, которая в стойке дд помогает атаковать. У барда что-то подобное. Ты кастуешь по очереди вот эти нотки, накапливаются вот здесь вот энергии, потом ты можешь заюзать разные скиллы. Это в стойке атаки. Вот, видишь, я кастую разные скиллы, накапливаю энергию, потихонечку, потихонечку, и на определенных скиллах расходуется эта энергия. Надеюсь, понятно, что это был сейчас не гайд по классам, а я просто показала, как работает механика, чтобы было понятней, в какую игру ты идешь и что тебя там ждет. Так что, в принципе, просто нажимать 1, 2, 3, 4, 5 не получится, нужно использовать какую-то более сложную комбинацию. И если система со стойками и комбинациями более-менее простая, то таланты это прям контент, над которым можно поломать голову. Это что-то вроде морфов, пассивок, каждый их назовет по-своему. Читаешь, что какой талант дает и вкладываешь очки. Эти очки даются в процессе прохождения сюжета и контента. Вот тут можно увидеть подсказки. Если над навыками думать не нужно, их всего 6, то с талантами придется повозиться, почитать, помозговать, ну или обратиться к гайдоделам за советом. Хочу отметить, как оформлена данная информация. Ты можешь не запомнить название навыка, но если навести на вот название вот это, то игра подскажет, о каком скиле идет речь. И ты сразу же соображаешь, нужен тебе этот талант или нет. Высший навык это особенный навык, который ставится вот в эти 3 слота. Смотришь, какой тебе нужнее, такие выставляешь. Какие-то подходят для арены, какие-то подходят для данжей. В этих навыках есть прыжок вперед для кайта или выхода из красной зоны на рейде. Тут есть навык с отхилом и щитом, но не у всех, кстати, героев. У хилов есть точно, у мага есть точно и у лучницы не помню. Есть воскрешение у хилов, но опять-таки его нужно заранее взять и откатываться очень долго. Есть навык, который прерывает каст заклинания и часто используется для некоторых данжей. Есть дебафы, есть бафы, в общем, еще одна вкладочка, которую стоит изучить и подумать, что тебе нужнее. Ну и чтобы было проще разобраться, изучи вкладки рекомендую и помощь. Здесь подсказано по поводу важных параметров, как, что, с чем взаимодействуют. Но это еще не все. Есть камен начертания. Тут дерево с разными пассивками. Подобное я видела в пое, только тут попроще. Для тех, кому лень разбираться, разработчики придумали кнопку рекомендуемая настройка. Но изучается только первый левел, дальше докачиваешь самостоятельно. Я, например, на маге уперлась в то, что рекомендуемые настройки мне выставили все нужные скиллы. Я теперь начала заниматься именно увеличением их уровня. Для изучения нужны специальные очки. И снова тут нажимаешь плюсик, игра тебе все объясняет, где брать, куда бежать. В этом же меню в некоторые слоты можно добавить руны. Ну, это мое лично ассоциативное название, в игре их назвали эмблемы. Выдаются по квестам из разных сундучков, за боссов, их можно прокачивать другими эмблемами. По типу, как в Геншине я видела подобную систему, ну, понятно, это как пример, во многих играх есть подобная механика. Мастерская это меню для установки самоцветов, аналог камней инкрустации в БДО. Есть три группы, красная, синяя и желтая, у каждого цвета своя группа бонусов, ну и, соответственно, у каждой шмотки определенного цвета слоты, в которые вставляются только те камни, которые соответствуют цвету. Эти самоцветы создаются в ювелирном деле, но про ремесло тут отдельная тема, расскажу чуть попозже, чтобы сейчас не отвлекаться. Еще эти самоцветы можно получить по квестам и купить с аукциона. Про аукцион я тоже чуть попозже расскажу. И главный прикол, когда ты меняешь шмотку на лучшую, например, вот ты пришел в данж, выбил что-то, у тебя в сумке лежит шмотка получше. Ты нажимаешь экипировать и игра тебя спрашивает, самоцветы переносим или нет. Вообще удобно, прям класс. Но и это еще не все. Напомню, я высказываю свое впечатление и для кого-то какие-то аспекты в игре могут казаться элементарными, но не забывайте, что кому-то, например, для меня, они могут быть сложными. Так вот, если открыть меню с атрибутом, это меню с экипировкой, справа увидишь кучу разных параметров. Наводя мышку на каждый, ты можешь увидеть описание. Однако для меня до сих пор является загадкой параметр комбо, ну то есть как он работает, что значит само слово, я понимаю, но как оно действует, до конца еще не поняла. Еще мне непонятно омни и отражение. Тут или проблема с описанием, учитывая неточность перевода, или проблема с формулировкой изначально. Все эти параметры улучшаются шмотом, вот тут видишь, у каждого шмота есть свои бонусы и они выпадают рандомно. Также улучшаются самоцветами, талантами и может быть еще где-то, пока я не обнаружила. И тут тоже потребуется помощь знатоков, чтобы объяснили, какому персонажу в какие статы лучше идти. Буквально на днях я сходила в данжик, в котором были ребята посильнее меня одетые и совпало так, что одинакова гира были два одинаковых лучника, но одного урон в секунду три тысячи, у второго две. И после данжа один другому начал объяснять, что тот параметр не нужен тебе, лучше гнаться в этот параметр, переделай билд так-то так-то. Так что, если вдруг соберетесь по каким-то делам групповым ходить, лучше гайд посмотрите, сделайте хороший билд, чтобы стыдно не было потом. Ну или можно поймать какого-то профика вот просто в городе и посмотреть его шмот, инкрустацию, даже билд навыков и прокачку камня начертания можно увидеть. Просто все скопировать и протестить, подходит он вам или нет. По поводу шмота, сначала все выдается по квестам синего грейда, потом ты начинаешь ходить по рейдам, получаешь шмот оттуда более высокого ранга. Некоторые предметы можно купить с аукциона, но продать можно только то, что не опознал. То есть, изначально вещи идут запакованные и доп. параметры неизвестны. Как только опознаешь, получаешь рандомные доп. параметры, шмот можно или экипировать на себя, или продать в игре вот в этом меню. Просто за серебро. То есть, когда получаешь шмот получше, старый продаешь вот здесь, не нужно, не разбивать его, ничего делать. Вообще, настолько простая система. Синий-зеленый шмот просто за серебро, а вот уже фиолетовый при продаже дает тебе вот такие кристальчики. С их помощью, с помощью этих кристальчиков в меню укрепить, можно улучшить экипировку. Правда, я еще не протестила. Переносится это улучшение на новый более лучший шмот или остается на старом. Для укрепления нужны еще и руны, которые или покупаешь на бирже, или крафтишь с помощью алхимии. Процесс укрепления вроде бы стопроцентный. Просто, чем выше уровень укрепления, тем более ценные предметы нужны. И еще есть закалка. Как я поняла, это возможность перенести нужные статы на нужный шмот. Допустим, ты распакуешь две курточки. Одна слабенькая по основным статам, но с хорошими доп статами. А вторая наоборот. Так вот, можно перенести хорошие доп статы на шмотку с хорошими основными статами. Второй предмет разрушается, но результат мы получаем. Как видишь, тут статы у меня у вещи, которые экипированы сейчас хорошие, лучше, чем у второго. Но можно еще перенести дополнительный эффект. Вот урон тепловой бомбы плюс шесть за вот такие материалы. Переношу. И теперь новый посох имеет данную способность. Такие особые способности я видела только у шмоток из данжа. Может быть, если скрафтить шмот более высокого ранга, там тоже это появится, либо может от мастера зависит, кто крафтил. Я кучу раз сказала, что что-то можно купить с аукциона. Давай теперь посмотрим, как этот аукцион работает. Здесь торгуются исключительно за золотые монеты, которые, как я уже сказала, можно получать из сундучков, продавать крафченные предметы, либо которые выбиваешь, выставлять кристаллы донатные, достижения в подземельях и ежедневное руководство судьбы. Это ежедневное задание. Так вот, есть поиск, при желании ты можешь по поиску найти нужный те предметы, либо использовать категории. В данный момент на аукционе мы видим только то, что доступно для крафта. Как видишь, дефицита ни на что нету, но и ассортимент особо не отличается. То есть, вот у нас рукавицы, магическая печать рукавицы, и они, я так поняла, экипируются, что на милишника, что на танка, что на мага, что на хила. Просто при экипировке они будут давать, вот видишь, два случайных атрибута при распаковке, и они подстроятся под класс носителя. Но я заметила, что не на все снаряжение можно купить с аукциона. Обрати внимание, сколько предметов у нас есть для экипировки. Семь. И тут семь. А на продажу всего восемь. То есть, например, оружие, да, видишь, нету здесь оружия. Какие-то там вот эти наплечники, пояс. В общем, что-то ты сможешь купить с аукциона, а что-то придется выбивать в данжах. То есть, ходить именно на те уровни сложности, чтобы получить более высокого ранга. Так вот, что вот эти все цифры означают? Как это работает? Значит, вот это указана цена, за которую в данный момент самая дешевая цена продажи. Вот это сколько товаров за эту цену выставлено. Вот здесь вот сколько всего товаров. То есть, обрати внимание, цены разные. Значит, где-то 300 штучек, ну там 250, стоят дороже, чем за одну монету. Проще смотреть по экипировке. Например, вот инструменты. Видишь, за 540 32 штучки, но всего выставлено 110. Когда ты нажмешь купить, ты можешь вот выбрать доступное количество, у тебя меняется золото и в данный момент вот 32 штучки по этой цене. Как только все по этой цене выкупится, то появится новая цена и будет видно сколько штучек по этой цене. Соответственно, выкупить у кого-то подороже своих друзей, чтобы перелить ему золото, не получится. Соответственно, выставить подороже и ждать, пока кто-то купит, можно, но опять-таки неизвестно, как тут рынок двигается, насколько все тут активно, потому что, обрати внимание, материалов выставлено очень много и самый нулевой материал, он стоит копеечку. То есть, самоцветы всякие, видишь, все продается всего в большом количестве. Ну вот, единственное, что что-то дорогое, естественно, потому что не у всех еще деньги есть. Чтобы выставить предмет, тебе нужно нажать вот сюда, выставление. И видишь, у меня время и стекло, я пыталась как-то тут крафтить, что-то зарабатывать, качать себе мастерство, и вот, не купили, ты это дело снимаешь, и сейчас я при тебе выставлю. Вот, допустим, у меня есть вот эта инкрустация. Мне сразу же предлагают цену, по которой в данный момент самая минимальная цена. Вот, по 318, кто-то поставил по 287, поэтому давай лучше проверим. Вот, по 318 все-таки есть, по 287, вероятно, либо уже купили, либо что. За выставление аукцион с тебя берет серебро, эквивалент золоту, которое ты получишь. Ну, серебро, как видишь, вот 371 тысяча, его копится очень много, так что серебром не проблема. На продажу ты платишь налог в 10%, то есть, потом после продажи ты получаешь вот эта сумма минус 10%. Вот, я нажимаю выставление и вот оно выставляется, видишь, 26 часов 15 минут оно будет на продаже, если не продастся, то оно мне вернется. Что такое мировой аукцион? Я так поняла, судя по всему, это какая-то аукционная тема и что тут происходит непонятно. Заказ, это я так понимаю, что-то вроде заказ на крафт. Поначалу, когда еще не были открыты вот эти максимальные предметы для крафта, потому что, в принципе, ну, я повторюсь, контент завозили частями и в первый день нельзя было скрафтить, например, вот эти ботинки. И тогда стояли на заказ. Чтобы этот заказ сделать, ты просто платишь нужную сумму, когда ты хочешь, например, заказ выполнить, ты просто выбираешь, вот, видишь, древний кристалл, получить заказ. и ты просто и продаешь вот этот свой древний кристалл по цене, по которой человечек хочет это дело купить, ты продаешь ему все, что тебе надо и, собственно, таким образом, все правильно, это что-то вроде ставок, как в БДО, то есть, вот это все, видишь, на материалы заказов много, на самоцветы и все остальное заказы есть, но, как видишь, именно нужны более дорогие и по более низким ценам. Выставление это продажа донатной валюты, то есть, кто-то донатит, да, вкладывает свои реальные денежки и хочет взамен получить золото для того, чтобы купить дорогие предметы. Ты можешь, имея золото, купить себе кристаллы, не донатя в игру, для того, чтобы потом, например, молитву поиграть или там купить себе внешку какую-то. Ну и запись продажи это то, что твоя история продаж, покупок, когда это было, сколько это было и продано, куплено и вот эти все. То есть, аукцион здесь довольно простой без лишних заморочек. ПВЕ контент тут это квесты и данжи. Каждый день в одной из локаций появляются региональные квесты, отмеченные вот таким кружочком. За них дается опыт персонажа и региональный опыт, то есть прокачка локации. Есть еще локация вторжения тьмы. Это как параллельная вселенная такая, ты в нее телепортируешься и там выполняешь квесты, тоже ежедневные и со своими наградами. У данжи тут есть несколько уровней сложности и, соответственно, чем выше этот уровень, тем сложнее пройти с рандомами. То урона может не хватить, то кто-то тупит и не следует тактике. Но в случае смерти всей группы можно продолжить на том боссе, на котором умерли. То есть не с самого начала топать и убивать всех мобов, там элитки и так далее, а именно фармить сразу босса, на котором вы зафейлились. И это прям очень кайфово. Еще есть голосовой чат, который помогает для кооперации, когда команда адекватная. Обсуждаются ошибки, кто где косячит, даются подсказки. Можно просто включить режим прослушивания без микрофона. А если включишь микрофон, то знай, на кнопку он не активируется, он постоянно транслирует все, что у тебя ловит микрофон. Еще есть режим, самый сложный, испытание. Его делают ради достижения, то есть чисто закрыть ачивочку, что ты в этом режиме прошел такого-то босса. Я как-то случайно попала в такой рейд, мы два часа мучились, так и не зафармили, потом танка гильдия позвала, ну короче, разошлись, разбежались, но опыт я получила. Еще если вдруг кто-то психанул из-за неудач, либо вот как танк, например, наш ушел, потому что у него свои дела, ну или не дай бог поссорились, то ему можно найти замену внутри этого рейда. То есть, человечек выходит из группы, лидер группы ставит на автоподбор, игра сама опознает, какой класс нужен и добавляет в группу из списка ожидания. Или же вручную ты можешь кого-то добавить, и человечек попадет сразу на тот этап, на котором вы остановились. Не нужно вместе с ним проходить данж с нуля. При входе в данж можно встать в очередь на подбор. Именно тогда, когда соберется группа, либо потребуется кому-то замена, тебе придет приглашение. Либо же в мировом чате можно рекламировать сбор. Ты когда видишь, что есть сбор на нужного тебе рейда, что не хватает того класса, на котором ты играешь, ты подаешь заявочку и пати лидер смотрит на твой гир, смотрит на твою боевую мощь и решает, нужен им такой боец или нет. Но тут есть нюансик. Обычно собирают на топовые данжи, на серьезные сложности и нужны им уже персонажи с хорошим гиром. Вот у меня 95 боевая мощь и мне как ДД довольно сложно найти себе рейд. Я очень долго стою в автоподборе, а если подаю заявку через чат, то пати лидер обычно отклоняет, потому что ему нужно что? Боевая мощь 100. Вот. С этим пока я вижу большие трудности, либо из-за малой активности в игре, либо потому что, ну не знаю, почему еще это может быть. Либо потому что все носом крутят и хотят ходить сразу в топ, будучи недостаточно сильными для этого. Или вот еще прикол по поводу рейда. Если ты видишь, что группа собралась совсем неконтактно, каждый сам по себе занимается своими делами, у меня был такой случай. ДД постоянно агрил босса, не дожидаясь, пока все воскреснут. И мы постоянно фармили то без танка, то без хила, то в 2 ДД, то еще как-то. В общем, фейлились снова и снова. Так вот, когда ты решаешь, что ты не хочешь больше с этим рейдом дальше проходить, ты можешь подать заявку на выход из группы и твоя команда проголосует. Либо они одобряют твой выход или отклоняют. Но, как показала практика, одобрять нужно. Тот, кто не хочет или не может, у кого нервы сдали, он хочет выйти, лучше его отпустить и найти ему замену. Для удобства прохождения подземелий добавили ботов, которые к тебе присоединяются, если ты стоишь в автоподборе какое-то время и не находится команда, не находится желающая туда пойти. И ботов от людей отличить просто. У людей всегда есть какой-то титул, приписка к никнейму, боты без нее. Ну и помимо данжи есть рейд боссы. Первый босс, с которым ты знакомишься, это ведьма теней. Туда ходят рейдом в 10 человек и желательно иметь хотя бы 2 танка и 2 хила. Остальных можно ДД. Для обычной сложности достаточно собрать рейтинг снаряжения 53, ну а на элитной сложности требования повыше, ну и там чем выше сложность, тем больше всяких механик. Чуть ниже во вкладке корень скверны найдешь других боссов. Я на них пока не ходила, даже на обычную сложность, так что не знаю насколько там запарно, но вижу в чате на этих боссов собирают регулярно. Единственное, меня огорчило, что я не разобралась как включить звук, когда у тебя игра фоном. То есть, например, я альтабнулась в какой-нибудь мессенджер, при этом стою в очереди, ну или допустим смотрю какой-нибудь видосик, пока жду автоподбор в данж. И если я играю со звуком и окно у меня на первом плане, то я слышу характерный звук, означающий, что сейчас идет проверка готовности. А если игра свернута, все звуки автоматически мьютаются и я не могу услышать, что, например, вот нашелся рейд и нужно подтвердить свое участие. Надеюсь, они с этим что-то сделают в будущем. Ну и главное развлечение в этом сезоне это первыми пройти новый данж. Эти данжи открывались постепенно, пока я видео монтировала, собиралась, все боссы уже открыты. Так вот, для этого гильдии, кпшки объединяются, подбирают самые крутые билды, классы, изучают тактики. Кто первый пройдет, тот попадает на своего рода доску почета. В дискорде Торисланда публикуются списки группы, которая первой убила определенного босса. Вот смотри. То есть мотивация, цель для тех, кто любит побывать в рейтингах. Еще тут есть мировые боссы. Ресается босс в определенном месте и на определенный период. То есть это не так, как во всех привычных играх. Он резнулся, его кто успел, тот убил. Потом ждем следующего респа. Нет, вот пока здесь показано время, сколько он еще будет стоять. В любое время ты приходишь, ждешь, пока соберется рейт, даже не обязательно вступать в группу. Главное, чтобы был танк, у танка был хил, все остальные ДД рядышком бегали и как-то пытались тоже дамажить. Умираешь, тут же резаешься рядышком, подбегаешь, продолжаешь дамажить. Босса есть смысл убивать только один раз за респ. И награда выдается в достижении. То есть самого босса нет никакого дропа. И можешь не переживать, что ты его пропустил. В любое время подходишь, ждешь, когда более-менее наберется команда. Если вдруг что, можешь проверять еще каналы. Один разочек убил, награду забрал, выходишь, ждешь следующего респа. Еще есть мировой зал, тоже ПВЕ контент, соло данжик, в котором твоя задача бегать, выживать, дамажить, лутать шарики садхила, ну и уложиться во время. Какой-то гиперсложной задумки я в ней не увидела. И еще один прикол. Если ты выйдешь из этого мирового зала и забудешь забрать награду из сундука, не переживай, тебе ее пришлют на почту. Представь, какой сервис, а? Мистическое царство. Это еще один тип данжа, в котором все фармят шмотки с силой 100. Это на данный момент, на момент выхода видео, я так понимаю, топовые шмотки, топовая сила. В чате постоянно идет спам о наборе, отмечено, какие роли уже есть и сразу понятно, хил там нужен, танк есть, а не нет, у кого не хватает. Но если у тебя не топ гир, к сожалению, группку найти себе сложновато. Сейчас, например, добавили вот это прохождение мистического царства в ежедневное задание. Все хотят идти на пятый этаж. Но если ты ДД и у тебя меньше сотки гир, то ты туда не попадешь. Только если вот мне повезло, я сама собрала группу, мне попался один крутецкий ДД, второй одетый, но не опытный, замечательный хил, который вытаскивал нас всех и танк адекватный. И мы прошли. Сколько я не мыкалась со своим 93 гира, меня никто брать не хотел. Так что такой, знаешь, контент на повезет. Но хилов и танков, я думаю, берут с меньшим гиром, хотя на них ответственность очень большая, потому что механики там непростые. И тут пригодится хорошая гильдия, которая тебя возьмет, несмотря на то, что ты не топ гир. Но найти хорошую гильдию, которая будет регулярно собираться, с хорошим стаком, с хорошими классами, тоже проблемка, чтобы еще онлайн там был нормальный. Спама приходит много, инвайтов в гильдию приходит много, гильдии сейчас пока формируются, ну, понятно, топ-топ-топ гильдии уже давно сформированы, а вот те, кто займут нишу среднего качества гильдий, таких надо еще поискать, ну и поработать над этим хорошенько, руководством. За каждого сагильдийца в группе дается специальная монетка, за которую можно купить специальные товары. Также и друзья, если ты видишь активного человечка, который играет, и ты тоже активный человечек, то добавляй друзей, побольше, и потом, когда собирается рейд, кидай им инвайт. За эти листочки тоже, как видишь, есть хороший ассортимент. Еще есть парк развлечений, это фановая движуха, и из названия все понятно, тут своеобразные игры, типа головоломки. Проходишь, закрываешь разные уровни, получаешь ачивки, монетки, можешь поиграть в игру, тут есть игра, которая запускается время от времени, типа прятки. Получаешь монетки, меняешь их на фановые предметы, например, качельку. Но особо ярым фанатам под силу получить ездового питомца, кота в машине, или это робо-кот-машина, или машина-кот. В общем, закрываешь таблички с ежедневной активностью, забираешь награды, качаешь ремесло, ходишь на аренки, получаешь достижения, участвуешь в фановом контенте. Это то, чем ты будешь заниматься здесь каждый день. Перейдем теперь к ремеслу. Всего сейчас есть четыре вида ремесла. Ковка, ювелирное дело, портной и алхимик. В каждом ремесле предусмотрен сбор определенного материала, его переработка, крафт определенного шмота, и крафт особых дополнительных предметов. Например, в ковке делается шлем, куртка и рукавицы. Это шмотовская. Создается кардиостимулятор для ресоса командника в рейде, правда он до сорокового уровня, и я не совсем понимаю, зачем он теперь нужен, если все уже сороковые. Еще создаются инструменты для сбора и бомбу, которая тоже хз зачем. В ювелирном деле можно создать бижутерию и аксессуар из шмота, а также самоцветы, которые вставляются в шмот. Инкрустация. Портной шьет по ноже рукавицы и обувь. Кстати, обрати внимание, что здесь в слотах для шмота два слота под рукавицы. Все как в жизни. Одни тряпичные снизу, вторые там кожаные, латные, не знаю какие, которые защитные. Еще портной может шить расширение инвентаря и скрафтить сундук с эмплемами. А алхимик крафтит банки, чашу с зельями. Кстати, очень забавный предмет нам бы в БДО такой. Я его еще в детстве правда не видела, но судя по описанию, прочти, движуха очень классная. Также создает банку на баф атаки, руны и мистические кристаллы для улучшения шмота. Также ремесло бустится вот вкладка специализация. Ты прокачиваешь дополнительные характеристики. Например, вот увеличить Макс бодрость, увеличить реген бодрости. При создании самоцветов, ну в частности это у меня ювелирное дело, то есть шанс получить дополнительный предмет. Вкладывая вот эти вот очки, сосуды, вот здесь вот все собрав, ты открываешь себе среднее, тут дополнительно прокачиваешь, обратив внимание. Ну и собственно потом ты открываешь третий продвинутый. Вот эти монетки берутся, вспомни, мы закрывали вот эти достижения и вот она, очки начальной специализации, сосуд. То есть вот где-то еще давали и вот в частности вот тут можно дополнительно получить. Также есть вот такой вот навык дополнительный мастер обработки или мастер сбора или мастер создания. То есть ты выбираешь во что делать упор. Повышает шанс обработки редких изделий, снижает стоимость или повышает шанс сбора редких материалов, улучшает эффективность или возвращает некоторые материалы для создания снаряжения и снижения стоимости создания. То есть ты выбираешь, какие тебе активочки вот эти нужны, выбираешь нужный, как видишь, это стоит всего 2000 серебра, переключение, перезарядка 1 часть, то есть можно, например, сначала сделать мастер сбора, понасобирать кучу материалов, потому что для сбора, например, вот этих вот фрагментов нужно иметь более качественный инструмент и, я так понимаю, более разогнанный шанс на то, что ты вытащишь этот редкий материал, поскольку при сборе есть шанс вытащить ценные предметы, в частности, вот фрагмент цитрина, это с некоторым шансом получается при сборе, есть еще для крафта снаряжения, я так сейчас тебе не вспомню, но какие-то материалы при крафте снаряжения с некоторым шансом тоже прокают и на их прок влияет качество инструмента и, наверное, вот этот вот прокачанный навык. Не утверждаю мое предположение, поскольку я в это все не углублялась так сильно. Особенность ремесла тут заключается в том, что ты можешь выбрать только одно какое-то ремесло и только им заниматься. Выбрав партняжество, ты сможешь собирать ресурсы для партняжества, а руду для ковки нет, просто у тебя не будет кнопки взаимодействия. И при этом для крафта шмота нужны материалы со всех ремесел. Таким образом, игра помогает ремесленникам между собой координироваться, сливать друг другу материалы, которые они могут собрать, но они им не нужны в таком количестве, делать товарооборот и тебе в любом случае, если ты будешь заниматься крафтом, придется пользоваться аукционами, покупать материалы. И при этом трейда тут нет, как я поняла, и создать твинка, чтобы с него потом к себе передать, тоже нет смысла. Торгуя материалами, покупая, перекрафчивая, ты себе делаешь золото, за которое потом, соответственно, покупаешь либо шмотки, либо покупаешь материалы, чтобы скрафтить, либо, ну я не знаю, может кристаллы покупаешь донатные. Специализацию можно сменить, но смотри прикол. Я, например, сейчас вот сменила портное на ковку. У меня на ковке 100 мастерства есть. А теперь меняю обратно с портного на ковку. И смотри, все мое мастерство, оно сохранилось. То есть по-хорошему можно, конечно, заморочиться, прямо очень сильно заморочиться и прокачать все мастерства, но одновременно всеми ты пользоваться не можешь. Ты ограничен в количестве энергии, которая тратится на крафт и на сбор. А также ты ограничен откатом, через который ты можешь снова вернуться. Плюс серебро. То есть тут есть платформа для того, чтобы стать автономной единицей без лишних потерь, просто с определенными заморочками. Еще есть рыбалка. И в первую очередь эта рыбалка нужна, чтобы наловить и закрыть региональные ачивки. Наживку можно купить только за серебро, но, как по мне, цена дороговато. Иногда выдает в достижениях, но это нужно там отслеживать. Процесс рыбалки довольно забавный. Ты закидываешь удочку и ждешь клева. Клев появляется, и лично мне встречались два режима рыбалки. Когда у тебя есть акула, и от нее нужно еще и уворачиваться. То есть просто ждать, пока акула устанет плавать, нырнет под воду, и ты быстренько-быстренько-быстренько-быстренько-быстренько вытащишь рыбу. Ну, либо просто, если акулы нету, ты просто тыкаешь, тыкаешь, тыкаешь и вытаскиваешь. То, что ты поймаешь рыбу на одну наживочку, это 100%, но какую, это уже зависит от рандома. И без наживки рыбачить нельзя. Загадкой для меня пока остается, зачем эта рыба нужна. Да, она дает баф, но насколько он эффективный, пока непонятно, ведь все-таки есть зелье. Может быть, это как дешевый вариант бафов. В общем, я сложила все в склад, жду. Кулинарии тут пока нету. Будем экспериментировать, ждать, смотреть, что с этим дальше получится. Рыба не портится, так что пускай подождет. Постоянно выдают кучу всяких разных предметов, поэтому я постоянно что-то продаю. Какие-то вещи выкладываю в склад. А расширить сумку и склад можно с помощью вот этих вот сумок, которые шьет портной. Также парочку сумок дадут по квестам. Можно ли извлечь или нет, я пока не поняла. Нажимая ПКМ сумку я достать не могу, однако это не значит, что если у меня будут забиты все слоты сумками, использовав еще одну, мне не предложат, например, поменять что-то. И пока я вижу большущую проблему с тем, что в разных ячейках находятся материалы, которые я покупаю, и точно такие же материалы, но которые я собираю руками. Вот, видишь? Вот, вот. То же самое в других ремеслах и вот с этими камнями. То же самое я заметила. Но, надеюсь, они это дело как-то починят, исправят, потому что, ну, не знаю, засирать сумку дубляжами как-то, но вот, видишь, даже волшебная лестница, купленная в магазине и полученная по достижениям. Пвп-контент тут разнообразный, но ограниченный в наградах. Есть аренки для рейдов, в которых награду можно получить только два раза в день. Карта и форма сражения зависят от дня недели, но классическая игра с захватом точек. Бегаете, убиваете, точки захватываете, получаете баллы, у кого больше баллов, тот и побеждает. Еще есть аренка 3х3, которая запускается в определенное время, тоже есть рандомный подбор участников, либо можно сходить своей пачкой. И тут награда дается 5 раз в день. В БГ с захватом точек вроде как нету уравнения по гиру, все работает как есть, а вот в 3х3 написано, что шмот уравнивается, кроме пвп-атрибутов. И пока я еще недостаточно хорошо разобралась в игре, чтобы понять, что это за такие пвп-атрибуты, которые на арене будут работать. Еще недавно я обнаружила вот такой контент. Заходишь в локацию, где другие игроки тебе все враги. Ой, как я испугалась сначала, но думаю, ладно, не буду агрессировать, может и меня не обидят. И оказалось, что тут можно собраться в группу, среди тех, кто здесь на локации. То есть кидаешь автоинвайт, кто хочет, принимает. Потом вы всей толпой пьете мобов, с них собираете энергию, накапливаете, и бежите вот к таким базам или алтарям, хз как их назвать, и сдаете. Стоите там, стоите, чем больше энергии, тем дольше эта энергия передается в эту базу. Заряжаешь ее, и снова идешь фармить, пока в квесте не накопишь фулл-лимит за день. Можно драться с другими игроками, можно просто не маячить и в сторонке друг от друга выполнять квест. В общем, процесс забавный, опыт забавный, но четкого понимания и впечатления у меня пока нету. Главное, что награды забрала, и слава богу. За участие в пвп-активностях даются монеты, за которые ты апаешь воинское звание. И у каждого воинского звания есть свои доп-эффекты. Чем выше звание, тем лучше эффект. За них же, за эти монеты можно купить разные товары в специальной лавке. В этой же лавке куча разных вкладок, и по названиям, в принципе, можно понять, где добывать на них монеты. В случае чего, нажимаешь вот тут на плюсик, и появляется подсказка. Еще есть куча разных достижений, за которые даются разные мелкие и не очень награды. Например, во вкладке «Цель 7 дней» можно получить вот такой транспорт. Главной особенностью которого является создание дистанционного склада. То есть сейчас, чтобы попасть в склад, тебе нужно слетать в город. А призвав этот транспорт, нажав вот эту кнопочку, у тебя появляется сундучок, которым могут пользоваться все, кто хотят. И таких вот мелких достижений, мелких вкладочек куча. За закрытие контента, за временные события, за просто использование в первый раз чего-то. За прохождение данжи, там, со смертями, без смертей, короче, куча всяких ачивок и куча разных достижений. В общем, в целом впечатление от игры у меня довольно приятное. Контента много, я пока перебирала весь этот контент, чтобы тебе рассказать. Я даже не представляла, что такое длинное видео выйдет. Хотя я обо всем рассказала очень бегло, очень поверхностно. Но и то я уверена, что я что-то да и пропустила. Спасибо огромное за просмотр. Делись своими впечатлениями по поводу игры. Играешь, будешь играть, подумываешь играть. Какие-то, может, вопросы у тебя возникают. Постараюсь на них ответить, если знаю. Спасибо всем за пальцы вверх, за комментарии. До встречи в следующих видео. Пока-пока.